МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глубоко ошибаются те, кто считают, что мужчины равнодушны к веяниям моды. Ведь ее капризом подвластен даже классический строгий костюм. Характерно для этого сезона наличие тканей в клетку. Очень удобно использовать производителям в тканях материала стретч. Попробуйте эту ткань растянуть. Вот возьмите, да, смелее. Вы видите, она тянется на несколько сантиметров. Помимо классической английско-шотландской клетки, все чаще дизайнеры выбирают экстравагантные расцветки. Например, устойчиво закрепился в гардеробах модников цветочный принт. Но тут нужно быть осторожным. Этот образ часто балансирует на грани китча. Особого внимания требуют и аксессуары. Как наденешь красный галстук, береги его. Он ведь с нашим знаменем цвета одного. Роман, скажите, да как же правильно завязать галстук? Ничего сложного в этом нет, Александр. Возьмем галстук и сделаем вот такой вот перехлест. Так, чтобы маленький кусочек остался свободным. И вокруг каждой из этих двух лент обернем остаток галстука. Раз и два. У нас образуется своеобразный треугольничек. И внешняя оставшаяся часть галстука будет образовывать верхнюю петлю. Проденем внутрь петли язык галстука. И у нас образуется симметричный, в меру объемный узел галстука. Узел считается золотым стандартом. Однако существует не менее 20 других способов завязать шейное украшение. При выборе галстука его цвет должен гармонировать с костюмом и рубашкой. Как не попасть в просак при выборе рубашки с воротником? Есть рубашки, у которых стоечка высокая и более длинный уголок. А есть у которых коротенькая вот эта стоечка и короткий воротничок. Вот под этот воротничок можно одеть и галстук, и бабочку. А с более острым, уже более глубоким воротником, там уже бабочка смотрится смешно. Наиболее эффектно бабочка смотрится в сочетании с фраком. Это торжественный вариант мужского гардероба. Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем, рассудку вопреки наперекор стихиям. Это, кстати, цитата из «Горе от ума» Грибаедова, где вот некоторые дети, когда видят артистов, впервые настоящих артистов не говорят, что пингвины пришли. Необычная форма костюма была разработана в 17 веке для кавалеристов, а в 19 веке из лошадиного седла перекочевала в светские салоны. В костюм фрачный входит непосредственно пиджак или фрак с коротким покроем спереди и с длинными фалбами сзади. А можете показать сразу? Да, конечно, вот я могу развернуть этот фрак, показать. То есть вот это называется фалбик? Да, да. Они бывают с разрезом, бывают без разреза разные. Да, совершенно верно, как у пингвина. Надевая фрак, нужно учесть ряд нюансов, иначе конфуза не избежать. Так, например, черная бабочка в тон жилетка и брюки без лампасов – униформа официантов, а не почетных гостей. Но как бы там ни было, пусть встречают по одежке, провожают по уму. Хорошие манеры и умение поддержать беседу – куда большее достоинство, чем дорогой наряд. Александр Ткачев, Алексей Семенов. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова